Приветствую вас и если говорить о помощи вам, то ее можно выстраивать в нескольких направлениях. Первое направление заключается в том, чтобы понять глубинные причины того, почему у вас не складываются отношения с мужчинами. Как и сказал коллега Игорь Кудрячев, то, что вы не смогли построить отношения ни с первым мужем, ни со вторым мужем, является вашей особенностью и следствием ваших проблем. Необходимо провести анализ отношений с первым мужем, а еще лучше до первого мужа. Совсем было бы хорошо определить для вас идеал мужчины, потому что складывается ощущение, что вы не очень хорошо понимаете, какой мужчина вам вообще-то, говоря, нужен. С каким мужчиной вам было бы хорошо. И самое главное, что вам нужно от мужчины, и что вы ему дать можете. Вот ответ на эти вопросы, ответы на эти вопросы, поможет вам лучше понять себя, поможет вам лучше разобраться в том, чего же вы хотите и какие есть проблемы. Думаю, тот факт, что и с первым мужем, и с вторым у вас имеются проблемы, говорит о вашем личном неразрешенном конфликте или противоречии. Может быть, страх, который идет либо из детства, либо из какого-то яркого события, произошедшего с вами еще до тех вот этих вот обстоятельств. Вполне вероятно, что с первым мужем у вас осталась неразрешенная, не до конца перечитая ситуация, которая сейчас вас до сих пор гложет. И то, что вы вините себя, это лишний раз доказывает, что вы могли и не перечислить до конца разрыв с первым мужем, тем самым продолжая винить себя за что-то в прошлом. Тут нужно понять еще и такой момент, что в отношениях никогда не бывает одного виноватого человека. Виноваты всегда двое, виноваты всегда в паре оба человека и то, что произошло, а именно, что у вас были напряженные отношения с мужем, что у вас были некоторые проблемы с ним, это ответственность и его, вашему мужу, который допускал эту напряженность, который не стремился ее разрешить, не стремился ее снизить. И это не только ваша вина, ведь вы человек и вы имеете полное право получать то, что хотите. Вы имеете полное право удовлетворять свои желания. И если один мужчина вам этого не рает, то соответственно вы будете искать другого мужчину, который как раз таки даст, предоставит вам то, что нужно. И вы такого мужчину себе нашли. В этом нет ничего дурного, в этом нет ничего аномального, нет ничего плохого. Это естественная человеческая реакция. Естественная человеческая потребность в том, чтобы удовлетворять твои желания. И поэтому не стоит винить себя в том, что мужчина ушел. В конечном итоге это его вина тоже и его ответственность тоже. И если он действительно заинтересован в вас, если он действительно любит вас и хочет быть с вами, то дайте ему время сейчас успокоиться. Дайте ему время сейчас привести свои мысли в порядок. Возможно осознать какие-то моменты, какие-то детали, какие-то аспекты в жизни с вами и свои собственные. И может быть тогда он придет к мнению, к решению, к выводу, что то, что произошло с вами обоими, это и его вина тоже. Вы говорите, что вы беситесь жиру, то есть вот была напряженная атмосфера в ваших отношениях, и вы, ну как бы вот на пустом месте устроили скандал. Так, по крайней мере, вы говорите. Так, по крайней мере, выходит из вашего сообщения. Но в действительности, если вы это сделали, значит, вам это было важно. Значит, вы чем-то были недовольны, но не придали этому значения, не постарались это разрешить, не постарались это выяснить. А вместо этого, не надеясь на то, что мужчина вас поймет и проникнется тем, что вас волнует и беспокоит, вы начали искать разрешение проблемы на стороне. И вот это, наверное, главная ошибка и проблема. Почему вы считаете себя недостойной и свои желания, свои ощущения недостойными доверия? Почему вы не доверяете своим желаниям, своим ощущениям и потребностям? Почему вы этого не делаете? И полагаю, что момент здесь. Вы уверены в себе, в осознании себя, в любви к себе, в сумасшедшем. Ощущение, что вы как будто бы не надеетесь на то, что вас поймут. Не надеетесь на то, что вас проникнутся к вам, понимают. И вы как бы используете любые доступные средства для того, чтобы получить желаемое, но так, чтобы при этом не делать шаги в пользу понимания другого человека. То есть, чтобы другой человек вас даже не попытался понять. Вот это главная проблема. Почему так происходит? Почему вы не считаете себя достойной? Это, наверное, комплекс, который, скорее всего, идет из детства. И, конечно же, данный комплекс также нужно разбирать. Что касается второго направления, помощи вам, то здесь нужно сказать так. Дайте мужчине, пока я уже говорил, дайте мужчине возможность, ну, побыть одному. А потом, когда он успокоится, попытайтесь с ним поговорить, объясните ситуацию, проявите раскаяние. Значит, покажите, что вы действительно сожалеете о ошибке. Поговорите ему, что вы, правда, каетесь в том, что сделали. Если мужчина вас любит, если он поймет, что, если вы ему пока покажете, что вы действительно совершили ошибку, он обязательно к вам вернется. Просто потому, что, ну, по-другому нельзя. То, что вы сделали, является, конечно, предательством. Но предательство никогда не совершается просто так. Оно всегда совершается блога гендомотивов. И в данном случае, поскольку вы мучаетесь с совестью, то есть считаете, что мужчина этого не заслуживает, в данном случае мужчина сам своими действиями толкал вас на это предательство. И, соответственно, нужно уже с ним разбирать его поведение, чтобы оно вновь не привело к таким последствиям, которые сейчас имеют место быть. Думаю, вам не хватает доверия в отношениях. И, в первую очередь, не хватает доверия с вашей стороны. Вы по какой-то причине не доверяете до конца человеку, в котором живете, в котором строите отношения. И не доверяете себе. То есть, вовсе не сомневаетесь. То есть, не уверены в себе, то есть, недостаточно реализуете себя, не чувствуете свою успешность, свою значимость в недостаточной мере. И, вот, что нужно сделать, это, в первую очередь, отлучить, обозначить свои желания и сделать их центральными фигурами в своем сознании, доверять им, ориентироваться на них, считать их достойными, какими бы они ни были. Далее, в обязательном порядке проработать свой идеал и отношения к мужчинам. Потому что складывается ощущение, что вы ни с одним из них, ни с одним из тех мужчин, о которых вы описали, вы не были счастливы до конца. Вы, как бы, выбираете их по своим потребностям, но при этом есть сомнения в искренности ваших именно чувств к ним. И в этом грозит большая проблема, потому что нельзя выбирать мужчин по своим потребностям. Нужно выбирать мужчин, будучи удовлетворенным в потребностях, чтобы желать делать человека счастливым просто так, безусловно, и при этом от него ни в чем не зависеть. Думаю, направление работы я вам показал. Вы можете сделать это сами, если хотите, при наличии времени и возможности, или обратитесь к специалисту за помощью. Специалист может быть тот, которого вы выберете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.